Привет всем, это перевод видео, мы поможем вам разобраться в истории Варфрейма. Потому что давайте признаемся, вы не так уж и внимательно слушаете эти летающие головы, пока устраиваете бойню, или разбираетесь со своими модами. Но сначала, если вы никогда не играли в Варфрейм, будет очень много спойлеров по его квестам, второй сон, война внутри и жертва. И если вы их еще не прошли и не хотите себе ничего спойлерить, время запаузить это видео. Поехали! Давным-давно в одной параллельной галактике не так уж и далеко существовала изначальная система. Солнечная система, не похожая на нашу с вами, она управлялась расой гуманоидов, известной как Оракин, или Дети Света. Это именно то, чем они являлись, совершенной, очень развитой расой во всем огромном космосе, которая, как оказалось, создала идеальное общество. Но, как и у всех идеальных цивилизаций, у Оракин были свои необычные правила и другая мораль. Мы видели, как это происходит в Атлантиде, на Криптоне и в Шоу Трумана. Ничем хорошим ни для кого это не заканчивалось. Они применяли суровые меры наказаний к тем, кто посмел им не починиться. Все выглядело хорошо, пока правили они, если смотреть поверхностно. На самом деле, действия Империи привели Солнечную систему к плачевному состоянию. Вся их система была полностью терраформирована и перенаселена. Также активные эксперименты привели к нехватке ресурсов. Оракин решили, что было бы слишком сложно привести в порядок свою звездную систему, и их планом было просто найти новую и начать все сначала. То же самое произошло со мной, когда я видел крысу в своей квартире. В конце концов, исследования Оракин привели их в Бездну. Межпространственное место в космосе, известное как источник загадочных феноменов. Именно из-за мистических сил Бездны Оракин решили продолжить тыкать Бездну палкой, потому что что вообще может пойти не так? Они провели несколько экспериментов в Бездне, которые завершились успехом. Они нашли суперпуть к другой звездной системе. В итоге эта система была названа Тау. И именно она должна быть подготовлена для расширения Империи. Но вместо того, чтобы сразу колонизировать ее, Оракин разработали несколько независимых роботов, для того, чтобы терраформировать эту новую землю. У этих роботов была способность адаптироваться под врага и восстанавливать свои поврежденные части. Удобные и незатратные в обслуживании. Да что же пойдет не так-то? Все, что осталось сделать, послать несколько людей через Бездну в Тау. Ну, в общем, первых колонистов вслед за роботами. На корабле Зариман-10.0 были колонисты со своими семьями. Они начали свой путь через Бездну к Тау. К сожалению, что-то пошло не так с перемещением, как обычно, и скачок оставил корабль в самой Бездне. Все взрослые на корабле сошли с ума и начали резать друг друга, пока дети же остались иммунны к безумию и держались вместе для того, чтобы выжить. Зариман-10.0 дрейфовал в Бездне с выжившими детьми на борту до тех пор, пока корабль случайно не вернулся в изначальную систему. Внешне дети не изменились после столь длительного пребывания на борту, но приобрели некоторые неконтролируемые силы и способности. Те, кто вернулись на Заримане, были названы Тенну. Эти Тенну и есть та раса, за которую вы играете в Варфрейме. Спойлеры, да. Тенна были не способны контролировать свои силы Бездны, и контакт с ними часто заканчивался смертью или увечьями для того, кто попытался это сделать. Уоракин в ответ заперли их подальше, как Ганнибала Лектора. Но из-за своего, возможно, несчастливого детства, одна из элитных правителей, Маргулис, стала называть Тенна всего лишь детьми и заботиться о них. Она работала над тем, чтобы Тенна научились направлять свою силу, и обнаружила, что Тенна могут контролировать свою силу, пока находятся во сне. Это открытие знаменует собой создание первого вида переноса. Уоракин приговорили Маргулис к смерти, потому что она нарушила правила, но она оставила после себя сильно недовольного этим мужа, также известного как Балас, палач. И, конечно, кучу злых Тенна, которые, конечно, придут и покусают за такое. Но перед этим давайте вернемся немного назад в систему Тау, где, кстати, происходит терраформирование. Помните тех супер продвинутых роботов, которые адаптируются и регенерируют? Так вот, они там обретают настоящий разум. И как вы думаете, что очень мощный робот, который только что обрел самосознание, будет делать? А может, бунт? Если я что-то и подчеркнул из жанра sci-fi, то создание продвинутого искусственного интеллекта всегда приводит к революции. Вот как началась старая война. Владеющие разумом роботы, которые теперь называются владеющий разумом, берут на себя ответственность по защите галактики от колонизации Оракин. Они, кстати, злились, что Оракин облажались в своей собственной системе и думали, что Тау ждет та же судьба. Владеющие разумом, ведомые Хунхао, быстро начали побеждать Оракин, вернувшись из Тау сквозь бездну. Чем лучше было оружие, которым атаковали владеющих, тем быстрее они к нему адаптировались. Оракин обнаружили, что владеющие разумом имеют слабость перед некоторыми древними технологиями. Но жажда разработать биооружие немного вышла из-под контроля. Оракин создали всепоглощающую мутирующую Орду, также известную как зараженные, которые действовали как вирус, чтобы мутировать и типа заражать все. С помощью заражения были созданы варфреймы первого поколения из живых солдат, дикие и неконтролируемые. Они смогли нанести удар по владеющим разумом, но владеющие разумом нанесли не меньший ущерб. Эту силу нужно было взять под контроль. Оказалось, что техника переносом, созданная Маргулис, позволяла Тена контролировать разум варфреймов. Варфреймы, что были под контролем, оказались более эффективными против владеющих разумом, мягко говоря. И после нескольких сражений наступило мирное время. Помните, как Оракин убили Маргулис, жену Балласа, палача? Баллас связался с Хунхао, лидером владеющих разумом, и раскрыл ему местоположение резервуаров, откуда Тена контролирует свои варфреймы на расстоянии. Похоже на ячейки из Матрицы. Тена лежат без сознания и контролирует свои варфреймы оттуда. К концу Старой войны Хунхао инсценировал свою смерть и оставил свою дочь, Нату, как агента в рядах Оракин. Ната должна была использовать Тена для убийства Оракин, мотивировав их местью за Маргулис, а Хунхао готовился к большому кушу. Смерть Хунхао для Оракин означала, что можно устроить большое празднование и пригласить туда всех Тена и всех Архимедионов-правителей. Получилось примерно как красная свадьба в Игре Престолов. Все шло по плану Хунхао, но Ната эмоционально привязалась к Тено и была не способна убить их. Она оставила своего отца в состоянии близком к смерти на Дне Урана и назвала себя с этих пор Лотос. После падения Империи Оракин, Солнечная система погрузилась в хаос. Почти как в битве за Железный Трон, несколько фракций восставали из пепла в попытке захватить власть. Одним из злодеяний Оракин было создание расы клонов-рабов, известных как Гренир. Они были в Обеденной Империю и объединились под предводительством двух сирот Оракин, близняшек королев. Из хаоса ими была извлечена наибольшая выгода, они назвали это своим возвышением. Следующая фракция это Торговцы Корпуса, которая была создана из оставшихся после войны торговцев и контрабандистов. Они объединились в общий культ, движимый одной лишь прибылью. Ими были приспособлены заброшенные технологии Оракин и они взяли под свой контроль торговлю в изначальной системе. И нужно не забывать о зараженных. Этот странный биовирус все еще гуляет по системе. Некоторые ученые Гренир решили, что это хорошая идея проводить с ними эксперименты, но я уверен, что вы бы подумали иначе. Проходят тысячи лет войны между Корпусом Гренир и зараженными, мы приближаемся к истории Варфрейма настоящего времени. Вы, Тенно, спали себе все время, пока вас не решили убить. Один из Гренир, известный как Капитан Вор, имеет своей целью казнить всех спящих Тенно, пока они спят. Он находит ваш Варфрейм, в котором сейчас находилось ваше спящее сознание. Вы недовольны. В реальной жизни утром почти та же картина. Ната, она же Лотос, продолжает отправлять Тенна на бесчисленное множество миссий, чтобы сохранить баланс между Гренир, Корпусом и зараженными. Мы немного узнаем, как обстоят дела, погружаемся в процесс, привыкаем к Лотос. Следуя квесту, мы видим, что Гренир откопали Хунхао в недрах твоего Урана. От него осталось только лишь сознание, и он способен общаться с теми, кто приблизится к его останкам. Он понимает, что его дочь, Ната, не выполнила последнюю миссию – убийство Тенна. Будем честными, летающий кусок сознания ни для кого не является угрозой, как мозг в банке. Но мозг в банке, который командует оставшийся в живых армии роботов – это довольно опасно. Он решает, что его останки следует перековать меч, наделяет меч своим сознанием и отдает меч единственному оставшемуся в живых телохранителю Оракин. Ведомый ненавистью к Тенну, что не позволили довести дело до конца и убили так многих друзей, «Сталкер и владеющий разумом охотятся на вас». Сталкер, используя знания Балласа, которые Хунхао получил годы назад, ищет резервуар с Тенна в космосе – место, где Тенна уязвимы. Хунхао, используя свое владеющее разумское колдунство на Лотос, узнает, что она спрятала резервуар на Луне, на той самой Луне, что у Земли. А потом она спрятала Луну в бездне. Даже не представляю, как она это сделала и что случилось с гравитационным полем на Земле, но я думаю, что это слишком много вопросов уже. А мы тут историю рассказываем. Луна, называемая теперь Луа – это место, где лежит ваш Тенну. А еще это место, где вы обнаруживаете, что вы не супергерой в крутом костюме, а просто ребенок, который управляет варфреймом. Там будет боевая сцена, где вы держите сами себя в руках. Супер странно, да? Резервуар в итоге не уничтожен, вы приносите свое тело домой и побеждаете сталкера. Ура, товарищи! Ага, как же, это варфрейм. Рано радовались. Теперь ваше молодое красивое мощное тело, да еще и не в бездне, является целью для королев Гренир. Еще раз возвращаясь к расе Уоркин, они были способны продлевать свою жизнь с помощью процесса, который назывался континуитет. Что, по сути, перенос сознания в другое тело. В ходе квеста Война внутри мы видим, что королевы были вынуждены использовать тела Гренир для продления своих жизней. Потому как Гренир — это клон из кучи недостатков, это приводит к низкой продолжительности жизни и другим проблемам косметического характера. Старшая королева понимает, что нестареющее тело Тенна, да ищи силами бездны, звучит как сочно шикарное место для жизни. Старшая обманывает Тешина, старого солдата расы Дакс, который управляет конклавом в игре и подчиняет себе его с помощью красивой палки с бутылкой на конце. Тешин крадет ваше тело для использования его королевами. Королевы прерывают перенос, отделяют вас от Варфрейма. И теперь, раз вы не владеете переносом, ваш собственный корабль вас атакует и потом выгоняет на мороз. Теперь придется в своем хилом теле драться с этими подземными ужасными штуками, они реально страшный кошмар. Вы к концу понимаете, что это было все не совсем правда и что вы можете перенестись в Варфрейм, а Тешин помогает вам в этом. Одну королеву вы убиваете, но вторая королева червь уже планирует месть вам. Теперь ничего не поменялось, фракции все еще воюют, и начальная система все еще не очень такая. До вас доходят слухи, что появляются некоторые всплески агрессии у фракции, названной Красной Вуаль. Если вы думаете, что это звучит похоже на то, что было на Зареймане, то вы не совсем ошиблись. Источником этих всплесков был один из детей Тенна по имени Релл. Красная Вуаль, один из самых жестоких синдикатов, нашла Релла и забрала к себе. Как и полагается, они принесли его в жертву в каком-то жестоком ритуале, надеясь, что это поможет заточить демона Бездны, которого они называли Человек в Стене. Но душа Релла была привязана к его варфрейму, Харроу, Жрецу Цепей. Вуаль думает, что Реллу что-то блокирует эмоции, и поэтому он становится безумным. Его эмоции принимали физическую форму и атаковали людей. Путем поимки физических эмоций Релла мы останавливаем его от дальнейших убийств. Лотас говорит, что Человек в Стене не важен, но мы-то его наблюдаем, вон там он. Релл теперь свободен, ему-то хорошо, но кто теперь будет драться с Человеком в Стене? Чуть дальше владеющие разумом начали пробуждаться на земле. Постепенно мы находим части тех варфреймов, что были утеряны в битвах с владеющими разумом. Варфрейм, названный Умбранайдин нами. Мы узнаем, что он был солдатом расы Дакс и был наказан Балласом. Умбра понимает, что Баллас хотел предать Оракен, отравив на них Тенна и хотел остановить его. Но Баллас заражает Умбру, делая из него варфрейм, и использует подобие технологии переноса, чтобы заставить варфрейм подчиняться себе. А потом заставляет Умбру убить сына. Не круто. Ужаснувшись этой историей, мы соглашаемся помочь Умбре в его месте. Но у Лотоса острая нехватка мужика, она нас не пускает к нему и тащит его к себе в пещеру. Как Лотос ты могла? Променяла молодых, уверенных в себе Тенна на вот это вот. Ну, с Лотоса или без Тенна должны сохранять баланс в Солнечной системе. Гляньте, кстати, на восток. НАТО ВЕРНУЛОСЬ! Ее, кажется, успел потренировать какой-то безликий мужик, потому что она теперь полностью владеющая разумом. Спасибо, что досмотрели до конца. В этой истории произойдет еще немало поворотов. На ваши вопросы я готов ответить в комментариях. Подписывайтесь обязательно на меня и на автора оригинала. Ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok